Привет, друг! С тобой Каноба, у микрофона я, Дмитрий Петренко, редактор раздела технологий. И Apple выпустила первую бета-версию iOS 12 для разработчиков. Мы уже поставили ее, и сейчас подробно расскажем, чего в ней нового. Поехали! На WWDC Apple много говорили о том, что главный фокус iOS 12 сделан на производительности. Это неудивительно, учитывая, с какими проблемами вышла 11 iOS, когда пользователи массово жаловались на проблемы, баги, неработающие экраны на холоде у iPhone X за 1000 долларов и прочее, прочее, прочее. Поэтому, по слухам, компания даже решила перенести большое обновление интерфейса системы на следующий год, чтобы в этом году мы, наконец-то, получили первую за несколько лет iOS, которая не лагает, не тормозит и не кряхтит. Мы поставили iOS 12 бету для разработчиков на два смартфона, на iPhone X и на iPhone SE. И, конечно, полностью судить о том, как это все будет работать в финальной версии, нельзя, но нужно сказать, что, пожалуй, из всех сборок, которые я пробовал в прошлые годы, 12 iOS самая стабильная, потому что она работает уже сейчас довольно быстро, а приложения, на мой взгляд, вообще запускаются быстрее, чем на iOS 11. Например, если мы откроем какой-нибудь App Store, который обычно запускается с дикими тормозами, то, как мы видим, он почти мгновенно открывается. Единственное, что есть от вашего интернета. Я свяжу через мобильный интернет, поэтому, возможно, у вас дома все это будет еще быстрее. Счезано это с тем, что, как говорит Крейг Федериги, теперь процессор при открытии приложения сразу отдает всю возможную мощность и только потом снижает свои частоты, поэтому вы получаете более быстрый запуск приложений, и при этом ваша батарейка не расходуется впустую. iPhone SE ведет себя еще лучше, если вы посмотрите, то он примерно по скорости сопоставим с iPhone X, и это не может не радовать. Я думаю, что в будущем, когда владельцы iPhone 6, iPhone 6s получат обновление, они удивятся тому, насколько быстро работает система. Но баги, конечно, остались. Например, в Телеграме вот эти ушки на десятке, они прозрачные. Примерно то же самое было, когда только-только вышел iPhone X, на это жалуются многие пользователи. Идем дальше. Наконец-то в Apple додумались сделать групповые уведомления. Теперь они выглядят вот так. То есть у каждого приложения есть своя карточка, в которой покоятся уведомления за весь день. Например, это мой Rocket Bank. Тут видно, что я покупал сегодня и где я тратил деньги свои. Здесь Instagram и так далее. Все группы можно удалять теперь одним взмахом. Просто нажимаем крестик, нажимаем очистить. Это гораздо удобнее, чем то, что было, но все еще далеко от того, что есть в Android, где эта фишка была уже придумана еще, наверное, версией пятой или шестой. Тем не менее, респект Apple за это. К тому же теперь уведомления можно настраивать. Если мы делаем Force Touch или долго нажимаем на уведомления на других смартфонах, можно настроить специальное меню способ доставки уведомлений. Например, без звука или вообще их отключить. Или перейти в настройки, где можно выбрать, как именно на экране будут показываться нотификации и все подстроить под себя. В принципе, давно этого ждали, поэтому клево, что теперь это есть. Еще одной важной фичей iOS 12 станет так называемое приложение Screen Time. То есть приложение, в котором вы можете посмотреть, как и сколько вы тратите время, пользуясь своим айфоном. К сожалению, в моей бете, которую я поставил себе на оба смартфона, оно не работает. Есть специальный пункт в меню, который называется «экранное имя». Я так понимаю, что это просто баг перевода, и потом все это исправят. И оно просто вылетает, если мы пробуем его запустить. Но в теории там вы можете увидеть, сколько вы смотрите роликов на YouTube, и поставить себе таймер, например, не больше двух часов Instagram в день. Когда вы это время истратите, вам придет уведомление, которое скажет, что пора бы заняться чем-нибудь полезным уже. Кроме того, самое главное здесь то, что родители теперь могут смотреть по семейному аккаунту, чем занимаются их дети. Например, если ребенок пошел спать, по крайней мере, я вам так сказал, а сам сидит во ВКонтакте, вы легко можете проверить и забанить его, чтобы он больше не лайкал смешные мемасы, а готовился ко сну. Ну и, конечно, владельцам iPhone X будут доступны новые анимодзи. Я знаю, все этого очень ждали, ведь все покупают iPhone X только ради анимодзи, чтобы почувствовать себя скелетом или какашкой. Поэтому теперь вы можете стать динозавром, коалой, привидением и какашкой. Все еще остается, на самом деле, самым приятным вариантом. Можно высовывать язык теперь. Спасибо Apple за это, год ждали вообще прям супер. Но, кроме того, Apple придумали еще и мемодзи. То есть вы можете создать себе аватара, который будет якобы выглядеть как вы. В официальном приложении можете сделать из себя чернокожего парня, краснокожего, синекожего инопланетянина и прочее, прочее, прочее. Сделать себе модную прическу, как у LG, форму лица выбрать, глаз, бровей. В общем, настроить себя круче, чем Fallout 4. Я не знаю, зачем это нужно. Наверное, для тех, кто пользуется анимодзи постоянно, это будет приятно. Ну, в общем, то же самое, только теперь вместо макаки вы можете притворяться тем, что вот это вы находитесь на экране. И самое прикольное, что все это работает теперь в фронтальной камере, поэтому если вы хотите отправить селфи кому-нибудь, сейчас мы попробуем это сделать, и не хотите палить свое лицо, как я сейчас, например, мы можем просто сделать из меня, скажем, вот инопланетянина. Мое лицо за это. И у меня остаются по-прежнему волосы, но вместо лица у меня вот эта вот симпатичная или даже, не знаю, страшная морда этого пришельца. И теперь, как в смартфонах, сделанных в Китае, можно писать какой-нибудь текст, лепить его прямо на экран. В общем, если вы любите селфи, наверное, вам это понравится, но, по-моему, это какая-то не самая полезная фишка и выглядит, честно говоря, дешево, особенно учитывая то, что нововведений в iOS 90 не так много. Все это также работает во FaceTime, и теперь там есть групповые видеозвонки, но для этого нужно, чтобы у людей, у ваших друзей стояла бедка, но у меня таких друзей нет, поэтому мы не можем вам, как оно работает, показать. Видеозвонки устроены, например, как в Slack, когда вы говорите, ваша карточка с вашим лицом увеличивается в размерах и выходит на первый план. В принципе, этого давно ждали, и здорово, что теперь это есть. Появилось новое приложение, называется Measure, пока мы без перевода. Это что-то вроде линейки. Мы можем с помощью айфона измерять длину какого-то примера. Например, померяем наш айфон SE. Мы просто берем телефон, включаем камеру, выбираем одну точку, выбираем другую точку, протягиваем линию и видим, сколько 15 сантиметров пишет нам смартфон. Я знаю, что данные довольно точные. В принципе, я не знаю, зачем это нужно, но, наверное, если вам вдруг вы делаете ремонт, и у вас потерялась рулетка, линейка и лазерная указка, наверное, это кому-то пригодится. У Siri теперь есть шорткаты. Это команды, которые вы можете вручную прописывать для голосового помощника, и они будут открывать определенные приложения, причем на тех разделах, на тех страницах, которых вам нужно. Пока что этого приложения нет, поэтому все делается через настройки Siri. Выглядит они вот так. И здесь можно, например, выбрать команду «Включи сериальчик», которая запустит приложение о медиатеке сразу на странице с сериалами. Давайте попробуем это сделать. Включи сериальчик. И видите, что выпускается приложение сразу на нужной странице. В будущем у этой функции будет гораздо больше применений. Вы сможете, например, планируя отпуск, забиндить себе на шорткат, скажем, страницу с бронью вашего отеля. И потом одной фразой, например, «Где мой отель?», получить сразу же на экране всю ненужную информацию. И, пожалуй, это все, что есть в бете iOS 12, если не читать еще переработанные клавиатуры, но это уже совсем мелочи. Полная версия появится с выходом новых смартфонов. Послушаем их будет сразу два. iPhone X и iPhone X Plus. И сразу же после старта продаж обновление будет доступно для многих владельцев iPhone. Ну вот и все. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на наш канал, нажми на колокольчик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok